вот песня которую я наконец собрался записывать вот называется волхвы и эта песня она как бы объединяет все мои остальные песни в которых мысли были частично изложены о том как искажалась история вот как были подменные понятия вот на земле это песня называется волхвы здесь отрагивается тема родных богов и эта тема как бы даже строителями родовых поместьй она еще как бы не особо воспринимается а родовые поместья это проект родных богов родных славянских богов созвучны вот название родовые поместья родная партия и родные боги то есть именно грани родных богов не хватает в поселениях деградация человечества происходила постепенно люди постепенно перестали слушать волхвов ведущих которые ведическом обществе было ну примерно один процент один пять процентов от населения и общество управлялась духовными лидерами потом дальнейшим он стал управляться витязями князьями и весями банкирами деградация оказалась настолько сильной что люди оказались отрезаны от информационного поля и соответственно от родных богов и в настоящее время уже без помощи родных богов и состояния такого-то тупень и спячки выйти они просто не в состоянии вот путь богов а именно поскольку боги являются ипостасями проявлениями рода всевышнего бога творца путь рода всевышнего и богов неоднозначен и много вариант много вариантов когда 10 7 7 тысяч лет назад волхвы уходили в дольмены увидев пространстве вариантов будущую деградацию человечества они не предполагали что люди не смогут с ними войти в контакт и вот поэтому сначала появились книги мегре где анастасия рассказала о дольменах ну кроме книг мегре еще есть люди которые выкладывали информацию на эту тему то есть и шимшук и рогожкин и сидров многие люди которые как бы в той или иной мере раскрывали эти темы вот получается так что в россии вся история переписана документы исчезли о том историческом прошлом и сохранилось это все в индии то есть индия архив руси вот одег блавацкая ее последователи никола рерих и елена николаевна которые каким-то образом значит уже подготавливали человечество то есть человечество чтобы вышло из этого состояния конечно нужно время вот наиболее активно 20 лет последние то есть галактический рассвет в двенадцатом году начался ну и вот как бы появились родовые поместья а пробуждение людей идет только пойдет только через здоровые поместья поэтому существующее движение славянского мира там инглинги или вот родноверия то есть которые как бы идут параллельно движение звенящий кедр они никак пока не связываются вернее они уже начали связываться вот книги живая вера веда всегда ковчега цикл живая вера веда вот как раз они являются продолжением недосказанного анастасии поскольку анастасия образ в этих книгах родные боги дал дал как ведрусы живу живущие в традиции первоистоков вот поэтому эти книжки они как бы две половинки одного целого вот песня волхвы собственно говоря речь идет о родных богах славянских опять я повторяю что родовые поместья проект родных богов и только в них можно вернуть утраченные знания раскрыть дар ведания это происходит у дольменов часть людей же входит в контакт с дольменами вот ну и информация очень сильно может может исказаться искажаться дезу подкидывают постоянно поэтому нужно очень осторожно относиться и тем кто эту информацию выдает и собственно говоря к тем людям вот и к самой информации к людям которые очень часто как раз являются проводниками совсем не тех мыслей и задач вот вот песня волхвы нет на свете темы запретнее о волхвах и славянских богах сохранились славянские веды почему-то в низких краях что поделать было и да сплыло злило только ну как это так население пославших забыло а послание как числят бога а родные боги никуда не делись только поджидали света времена был запрет наложен и ярлык навешан названы языческими ваши имена так чего же все же начинался тот богу на мире беспредел кто так очень долго добивался чтобы боги стали неуде кто же мы восточная европа или может западная русь знают просветленные индусы ну и я с обманом разберусь в данный исторический период побеждали злой и темнота и отсюда можно сделать и вывод всему виною наша дремота нужно жить по велической указке а в природу веровать нельзя вот тогда словно и отыгрались на вахлах унельные грязи я вера та страшнее не на ниту но нужно все погубже закопать чтобы тело было шито крыдами и богу боялись вспоминать жизнь меж тем текла нетроплива возвращаясь к старым берегам жизнь к волхвам была несправедлива и не только лишь к одним волхвам Русь всегда была же за помехой Русь всегда сияла чистотой а Европе было не до смеха со своей испанкой и чумой вот плащи шляпы мужики тёрок а у шляп широкие поля защищали от того что билось с окон на дом лесную стражу короля бани они стройки не умели вместо под придумали духи и ещё придумали дуэли и дрались со всякой чепухи нету перспективы без россии без надёга фальши пустота до сих пор в русском апреле расцветают злачные места даже те кто Русь всегда ругает чем-то манит и манит она и не только газом согревает наш холодный северный страна помнят англосакские масоны как не распасали мы страну помнят при мире звёздном храме помнят про китайскую стену и далёкий предатель на лапах за что был свой раздвоенный язык на предков наших и богов славянских навешан был языческий ярлык и вечный антирусской истерии а мы дадим на санкции ответ и о светлом будущем России про моё пророческий куплет нынче просыпаясь в твою ногу а мы пройдём забытой тропой и к богам заросшая дорога станет вновь дорогой столбовой а теперь опять на эту тему потихоньку люди говорят ну какая же безбогом живая вета без волхвов физический уклад а волхвы вернутся незаметно а волхвы вернутся незначай и пригласят родных богов в костру погреться и пригласят родных богов себе начать вспомнить живую макошки сварога в пиру на двери собернуть да просят меня родные боги что не всех сумел упоминут вспомнить в одну лелю ваш бога божества славянские вернуть да просят меня родные боги что не всех сумел упоминут не проскочишь в новую реальность с рюкзаков кармических долгов и пока что нужно разбираться кто сегодня косит под волхвов а у нас в сердцах зверь папикатка нам совсем не нужен динамит в сане запряженная лошадка во дворе задумавшись стоит а боги же тут что мы к ним обратимся родных богов от леса потрачим а мы не слышим их мы их боимся и ужас в том что мы пока молчим затмевая невежество буну разгоняя замеливый покой оживали славянские руны и звучат над моей головой был запрет наложен и ярлык намешан назван языческими ваши имена а родные боги никуда не делись только поджидали света времена света времена света времена все пока